Супер-пупер мега ведущий И наш музыкальный помощник человека, пош Александр Пушной А также с нами наши музыкальные друзья Самая высокооплачиваемая группа в мире, которая живет в однокомнатной квартире Группа Джарко и Бразер Здравствуйте, друзья Наша передача самая непринужденная и легкая передача в мире Поэтому ее любят все Женщины, дети, старики и даже животные, такие как кошки, собаки и конорейки А попугаи так вообще нашу передачу цитируют все время? Да, потому что у нас нет никакого пафоса, мы разговариваем на простом разговорном русском языке Атош Апош Ну дык Естественно Пух А как иначе? Ничто же сумняшися Вот это ты сейчас зря сказала, Таня Сейчас вот именно после этой фразы всяка Ленинградская область откололась от нас Ты поосторожней с этим, понимаешь? Не надо вот это все, чему ты научилась в Новосибирском академгородке нести со сцены Давай разговаривай простым языком питерских подворотин Тогда люди к тебе потянутся Как, кстати говоря, подтянулись к нам люди, которые сейчас выйдут на эту сцену и займут место в красном углу ринга Итак В красном углу ринга Команда красноречивых краснобаев Лучших комментаторов телеканала «Спорт» В составе Роман Скворцов Михаил Семин И Павел Черемисин Спасибо, ребята Каждый раз они выходят сюда И падает почему-то Семин в этот момент Но об остальном все синхронно, все прекрасно, все отточено и отшлифовано Прошу вас, займите место в красном углу ринга И, пожалуйста, пока ничего не комментируйте А в синем углу ринга команда в составе Виктор Дробыш, Стас Пьеха и Наталья Подольская Все тоже отшлифовано Все отрепетировано Спасибо Прошу вас занять место в синем углу ринга Итак, прежде чем начать игру Мы традиционно придумываем название команды Ну, вообще, конечно, у этих команд уже есть название Ведь они пробились сюда в полуфинал не просто так Каждая из этих команд разгромила своих соперников в четверть финале Но, тем не менее, мы, конечно, подготовились И, например, для команды Семина, Скворцова и Черемисина Есть название Семь раз сковородкой по черепу Нам нравится Не, не надо, а то я догадываюсь, кому Хорошо А команда Пьехи, Подольская и Дробыша Пихал-пихал, аж плот прошиб Давайте подумаем Поговорим, в общем, с участниками Итак, насколько я помню В прошлой программе в четверть финале Ваша команда носила название Недней Недней Недня 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 Плохая память у вас Какая есть, Баю, придется... Это было пять лет назад Уже с тех пор прошло много времени Зенит выиграл уже два кубка УЕФА Да, да Итак, все-таки... Дмитрий уехал Он уехал на гастроли по Сибири Да, речь идет о Дмитрии Губерниеве Который играл в этой команде в четверть финале А теперь ему принадлежат права на исполнение песен Калабильды, ансамбля самоцветы, группы Киз, Майкла Джексона И поэтому Дмитрия с нами нет И в память о нашем товарище Которого мы помним и любим Память символизирую я, если вы обратите внимание Да, это я сразу понял Да, это Павлик Это я Мы решили называться сегодня... Без губы Не вылови же рыбку из пруда Из пруды, как вариант Из пруды Без губы, да? Без губы То есть вас вообще сильно шатает Раньше вы были нидними, теперь без губами Да, это мы Монстры Рока Ну хорошо, без губы, так без губы, господи Не могли бы вы, Татьяна, разобраться с командой из синего ринга? С удовольствием Потому что они очень симпатичные сидят, молчат, вежливые какие Как будет называться ваша команда, ребята? Меня их не хочется назвать Вы хоть люди творческие, но постоянные Как вы назывались до этого, ребята? Аба без бабы Аба без бабы мы назывались Аба без бабы? Это не в Наташин огород ни в коем случае А в статье Одной бабы не хватает Послушайте, ну у нас какая-то фигня получается Нам без губы, тут без бабы Ну отлично У всех свои проблемы, понимаете? Все-таки лучше без губы Ну в общем, одинаковые Ну в общем, мне кажется, нормально Мне кажется, можно вполне остановиться Начинать Прошли фейс-контроль Да Итак Бой между командами без губы И командой Аба без бабы Объявляется открытым Итак, Татьяна, прошу вас Сегодня не подготовилась Никому не посвящай про нас таблички Как? А команде «Зенит» ты не хочешь посвятить? Нет Оооо Команда «Зенит» мне и так уже надоела твоя А посвятить эту таблички Дмитрию Губерниеву А у вас команда «Зенит» дома живет, что ли? Как она могла надоесть? Такое впечатление, что да Такое впечатление, что да Знаете, что, Татьяна, мне уже все равно тогда Несите и все просто Итак, внимание Внимание, пожалуйста Вот та предыдущая ведущая Блондинка Была куда более понятлива И чем это Это, наверное, крашеная просто Да? Ну, хорошо Итак, внимание Первый раунд Дорогие товарищи Разрешите поздравить вас с началом первого раунда Ура! 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 Прежде чем мы начнем, я хочу представить наш суперприз Который получит команда-победитель финала Это золотой оскал Он сделан из цельного самородка золота Весом около 300 килограмм О! Да Но пока 40 мастеров выпиливали его напильником 278 килограммов куда-то подевалось Но все-таки 22 килограмма осталось Произведение иск Да Есть за что побороться А все зубы на месте, вы проверили? Да Более того, изнутри он инкрустирован рубинами и бриллиантами Это потому, что для тонких работ нужно было использовать шпиц-стихель Именно шпиц-стихель и делал эту О! Да Итак, правила нашего первого конкурса нам подсказали Русские народные сказки про Иванушку-дурачка и Бабу-ягу Первыми в этом конкурсе будет участвовать команда Спортивных комментаторов «Ни дня без губы» Но, тем не менее, я прошу сразу двух участников от обеих команд Ненадолго покинуть нас Насколько я знаю, это Михаил и Виктор Прошу вас Я объясню почему Итак, пока Михаил переодевается, я объясню правила На экране за диванами будут появляться слова Которые Михаил, соответственно, должен будет объяснить Роману и Павлу С помощью жестов Но! Есть небольшое дополнение Да, Татьяна? Угу Прежде чем выдвинуть свою версию Роман и Павел, ну и, соответственно, после них Стас и Наталья Должны будут вдохнуть газ из шариков, который в обилии находится вокруг их диванов Это обычный бытовой газ Поэтому не пытайтесь играть в этот конкурс дома А то уже, знаете, сколько случаев было То в одном городе, то в другом Бабахнет А потом все на гастарбайтеров валят А тебе вообще ни сном, ни духом Вот так Поэтому внимание Не забывайте иногда дышать воздухом Потому что, может быть, не очень хорошо Выдыхайте, Татьяна, выдыхайте Первыми в конкурсе Угадай слово при помощи гелия Участвует представитель команды Не дня без губы Михаил Семин Прошу Михаил, почему вы все время лежите? Это Михаил, да, это Михаил Миша, мы здесь, камон, камон Миша, мы здесь, камон Ребята, подождите, а вдруг это не он? Нет Мы это будем проверять Это он, он, я вижу Миша Миша, сделайте двойной аксель с места, быстро О, пожалуйста Пожимай Итак, Михаил На экране, который вы видите через свои зубы Через рот Благо их мало Будет возникать слова Которые вы должны при помощи Мимики И жестов И жестов, которые присущи Бабе-Яге Объяснить своим горе-товарищам На все про все у вас три минуты Поехали Коса Что? А почему я так говорю? Дворник Что это? Что, ну, косит Метла Метла Браво, следующее слово Коса Коса, абсолютно точно Следующее слово Идиосинкразия Что такое, Михаил, что с вами? Что? Мороженка Нет, что, чистит зубы, что? Коза Ути-Ути Ну Я убью тебя, лодочник Улыбка Михаил, похоже на... Кориес Крестные монстры Ну что? Павел, вдохните чуть-чуть, вдохните Ресницы Абсолютно точно, ресницы Клепые ресницы, безлетай Следующее слово, ну? Что это? Это... Молот Легкая атлетика Ядро Диск Диск Улетай На крыльях ветра Ну что это? Вы упадете Секунду Как называется это? Что? Легкая атлетика Молот это называется Как называется? Метание молота Браво, молодцы! Ё-моё Вы танцуете сейчас Танец Что? Танцор Диско Нет Что это? Рок-н-рол Твист Абсолютно точно, рок-н-рол Браво Какой я умный Быстрее Это от Келия, Павлик Что это? Бег с препятствиями Что? Смешно упали А, велосипед! Велосипед! А... Велогонка Велосипедист! Велосипедист! А, браво! Да, курицы, Павлик Ну так возьми другой Все, Паша не участвует Лошадка Лошадка Ё-моё, что ж я сделал? Аллилуйя! Цыплёнок 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 Какой? Табака Браво, молодец! Следующее слово Ну, быстрее, быстрее уже Ну, что? Рвать зубы Карис Зубочистка Зубочистка Нет, зубочистка Промыть мозгов Ну, что это такое? Шире показывайте Идиот Духи Язык Язык Что это? Нёба Зубочистка, нет? Нет, не зубочистка Саша, перестаньте показывать Зубная щётка Зубная нить Ну что, дырка? Ну, я не знаю Ну, что это может быть ещё? Рвать зубы Рвать зубы Ставатолик Зубной протез Ну что, ненормальный Ненормальный рвёт зубы Что ещё нужно сделать? Не знаю Куда ещё? Следующее слово Поехали Помада Губная помада Браво Следующее слово Рюкзак Рюкзак Следующее слово Быстрее, быстрее Давай Что это? Бейсбол Нет Куда? Зачем? Михаил Сёмин Команда Ни тянь без зубы Так, у нас Михаил Покидает нас Спасибо, переодевайтесь Михаил А на смену ему спешит Виктор Тробыш В совершенно новом имидже Хотя я беру свои слова обратно Это не новый имидж Он ничуть не поменялся Это просто хорошо подчёркнутый старый Витя, ты прекрасен Один в один, слушайте, вообще Давайте удостоверимся, что это Виктор действительно Впервые в истории Впервые в истории Витя, спой часики Это он Конечно, это он Я не люблю этих сказок ваших Давайте Кстати, туда Ну, поехали Ужас какой-то Впервые в истории Дробыш в костюме Дробыша Давай Дробыш два, Дробыш Давай, давай Итак, три минуты вам Дробыш давай Три минуты на всё про всё Наталья не удержалась Давай, я уже Не уже вдохнула Поехали Зайчик Зайчик Браво, следующее слово Давай Мышка Кенгуру Кенгуру Браво, следующее слово Это Жирафик Кнопочки Это что, что, что Кнопочки Нет Съедобная Это гриб Что-то растёт, да? Что, нарезаешь, жрёшь Каша Одежда Юбочка Юбочка Ксюша Ну, следующее слово Другим путём иди Ай Чебурашка Ой Скорей, скорее, Витя Идиот, да, какой-то Дурак Дурак Какой? Идиот Иван Дурак Иван Дурак В избушке живёт Да? Какой Дурак? Иванушка Дурачок Иванушка Да какой Иванушка, нафиг? Ну 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 какой? Ну, ну Городской бывает, а бывает какой? Ээээ, деревенский Браво! Зуб очистить Щётка Зубная щётка, абсолютно точно Витя, соберись Каратэ Каратэ, умницы Скрипка Эээ, танцы какие-то, нет? Чё это такое? Что это? Песню сочиняешь Что это? Знамя, парад, концерт Красногвардейцы Что это? Будённовцы Армия Конюшина Это Конная Скакун Ложло Фу Эска Как называется? Эскакун Следующее слово Ну? Ой Щепотка соли По-моему, он что-то нашёл в грязном белье Такое ощущение Витечка, иди по другому пути Руссы, что это такое? Нет, что? Он, он, кто? Кого он показывает? Ну что это, ну? Ещё пока Так Опа Взял Робот, робот Робот с шариком Кто это? Видал, поклонение Домик в деревне Домик в деревне Нет? Ну кто он? Посмотрите Этот, который всё рушит Это Эвакуатор, эскалатор, погрузчик А? Только наоборот Только наоборот Проще, проще Что это? Ну, покажи ещё Он, это Строительный кран Ну Кран Как ещё? Как он называется, строительный кран? Подъёмный кран Браво, молодцы Слава тебе, Господи Господи, ну Давай Господи, Слава Это Что это такое? Дети, вы иди Тропа на-на Не подходите Куперния, в куперния Лодка, лодка Лодка, пловец Лодочка, плыви Гребля Гребля Ой, какой кошмар ты показываешь Что это было? Это был Виктор Дробыш Спасибо, Виктор Я предлагаю нашему жюри выставить оценки за первый раунд Я сразу хочу предупредить, что сегодня жюри как никогда беспристрастно, неподкупно и честно То есть его нет? Это 15 гастарбайтеров Они по-русски, по-русски ты понимаешь? Кребята, я с вами Гастарбайтеров, они абсолютно неподкупные Мы это проверили с Таней Пытались заплатить им за забор, который они покрасили Они не взяли денег абсолютно Поэтому им всё равно Взяли табличками Да Взяли табличками Итак, пожалуйста, ваши оценки за первый раунд Прошу вас Со счётом 13-2 Пока лидирует команда «Не дня без губы» Но я приложу все усилия Для того, чтобы сосчитать правильно к концу игры 13-2 в пользу команды «Не дня без губы» Большое спасибо всем гастарбайтерам А что у нас с Виктором там? Сыки-ли-ки-ты-сыки-ли-ки Виктор выясняет, где можно в аренду взять Поехал на гастроли, мне кажется А, вот Виктор Здрасте, Виктор Прошу вас, присаживайтесь Можете шарик забрать себе Ну, конечно А вы думаете, что он ага Понятно Итак, по традиции Табличку с номером второго раунда Всегда носит капитан Проигравшей команды В первом раунде, я имею в виду Обычно это Стас Пьеха Но сегодня, в виде исключения, мы попросим это сделать Наталью А они, между прочим, репетировали Я за сценой отдуваюсь я За их репетицию Итак Внимание Второй раунд Он не лает, не кусается На прохожих не бросается И чего-то там по попору И ручек Ноль внимания Вот это воспитание Спасибо, Наталья Ну что же Правила нашего второго конкурса Нам подсказали звезды нашей эстрады Маша, Людмила и Сергей Еще одна Маша Еще одна Маша, Майкл и Шер Вот Оказывается, все пластические операции Этим людям Сделал Зураб Церетели Обычным Обычным зубилом И напильником Без ваших вот этих вот Шпицихелей Шпицихелей, да Совершенно верно Поэтому они получились такими Красивыми И вечно молодыми Как Петр Первый И звери на фонтанах На Манежной площади Мы подумали Почему бы нам не сделать Точно такой же конкурс И в роли Зураба Константиновича У нас выступит Александр Борисович Пушной Вместо зубила Он возьмет свой ноутбук А нашим участникам Останется угадать Каких звезд Александр Борисович Омолодил До неузнаваемости Итак, первыми Начинает команда Аббабисбаба Прошу вас Итак, нет Сначала вы выйдете на авансцену Вот туда Для того, чтобы просто Не увидели То, что увидят наши зрители Поэтому просьба огромная Не оборачиваться А зрители наши увидят Именно ту самую звезду Которую Александр Борис Омолодил Омолодил Итак, друзья Внимание на экран Давайте сделаем так Чтобы мы видели экран Я взял вот этого человека Вот Но вы сами понимаете Что его угадают Они мгновенно Поэтому я думаю Что лучше будет вот так Так будет тяжелее угадать Ну и добавим Вот это 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 И вот это По-моему, все равно понятно Да Тоже лицо По-моему, гораздо лучше Ну что ж, хорошо Хорошо Итак, дорогие друзья Прошу вас Сделайте несколько шагов назад Сюда поближе к нам Теперь вы можете взглянуть Вот на этот экран Вот на этот Прошу вас И посмотреть Кто это Это не Иосиф Пригожин? Нет Это не Иосиф Это Валерия Итак, дорогие друзья Я напоминаю вам Что вы должны Ну, угадать Конечно, если бы вы угадали Прям со всем этим Это было бы Это пальцило бы многим Сразу можно угадать С первого раза С первого? Вот сейчас юбилейный плакат Киркорова в Кремле висит Вот если глаза взять отдельно Это очень похоже Это костюм Костюм его Нет, я напоминаю вам правило Да, вы можете снять Не более двух предметов Или аксессуаров Как угодно Назовите это Причем с портрета Да, с портрета Причем Да Итак, что вам мешает Пожалуйста Но то, что костюм Как у Киркорова Это приятно Волосы и нос Какие волосы? У него очень много волос Не надо Думаешь, волосы? Какие волосы? Какие волосы? Какие волосы? Мне кажется, нос и усы Надо точно снять Ну, давайте послушаем Женщину и пиздец Давайте начнем Может быть, достаточно будет усов Итак, внимание Так Нет Губы надо тоже Что это такое? А нос И нос А нос надо, да Ну, если нос снимем Тогда, конечно Ну, ладно уж Нос тоненький Какой-то хрюндель Губы снимай Нос оставляй Какой-то прямо у него курнос Итак, возвращаем нос Пожалуйста, нос А, кто это? По два предмета нужно Убираем губы, ну Да он над нами издевается А у него нос не в естественном положении находится Это правда, кстати Да, но это, кстати, об этом мы не договоримся На самом деле все естественно Волосы уберите Дождите, рот сначала на место поставьте А потом волосы уберите Давайте оставим ему волосы Я вас прошу Не-не-не, волосы уберите Наверное, лысый Лысый, лысый Видно же, что лысый Лысый Давайте волосы действительно Волосы уберите Итак, усы возвращаем Волосы убираем Так это шат Шат Абсолютно точно Абсолютно лысый Я, кстати, еще по носу догадался Да? Хорошо, что не сказал Абсолютно лысый Абсолютно лысый Прошу вас Прошу вас Садитесь И мы приглашаем команду «Ни дня без губы» Прошу вас сюда Ну, сначала мы представим зрителям Человека, которого вы будете сейчас угадывать Кого вы приготовили? Ну, это только вот, конечно, они, я не знаю, прям взяли И выскребли, понимаешь Все запасники наши У нас осталось только Ну, только очень известные люди Очень известные Итак, вот этот друг А чей это друг, Александр? Нет, не наш Не наш Итак, значит, давайте добавим вот это Вот это, вот это Хотя ничего особенного не изменится, конечно, я понимаю Но все-таки Пожалуйста, друзья, занимайтесь ходу позицию Роман, Павел, Михаил Пошу вас, смотрите сюда Ну и начнем Итак Волосы долой Это вы про кого сейчас? Я про шатся есть А уже не шатся? А смотрят и меня остатят А вот и волос нет, друзья Так, так Ну, давайте их продолжим убирать Давайте продолжим вот эту шапочку с надписью «Лове» Лове Лове фамилия, может быть Долой, Лове Ну, с прической мы разобрались, в общем Действительно Теперь давайте все обратно вернем Пожалуйста Ага, и уберем теперь нос с глазами Ну, в хорошем смысле Естественно Убираем нос Глаза Так А глаза Что вам нужно из глаз убрать? Ну, вот этот очки Очки Вот этот очки Красно формулирует, Павел Очки Очки бы я не убирала на вашем месте, друзья На кого он похож? На жирафа он похож Нет Съешь его и подрастешь Нет Давайте как-то губы попытаемся расшифровать Верните Тем более, что губы — это наше ключевое слово Да, это наше ключевое слово Вдруг это без губы Итак, убираем губы, ну? Может это губерния все-таки Мы видим, что здесь присутствует борода Мне он напоминает Александра Овечкина Да А это еще кто? Это такой хоккеист Ну, как раз недавно выбили Не из зенита, да, не страшно Не из зенита точно Может быть, это какой-нибудь Борис Моисеев, раз говорили, что неизвестно чей друг Он же лысый, по-моему, или белый Но он разный У него нет бороды совершенно точно Он добрый А не разный Борода Может быть, это синяя борода? Кстати, да Давайте попробуем убрать синюю бороду Лежит на поверхности Что значит? Усики возвращаем, да? Да И убираем бороду Ой-ой-ой Ой, немедленно обратно Это же певец этот Страшно Певец, который Элтон Джон, может быть? Нет, ну который Да? Элтон Джон? Ай, молодцы! Команда «Недня без губы» Прошу вас, займите место на красном диване Я обращаюсь к жюри С просьбой поставить оценки за второй раунд Прошу вас, голосуйте Кардинально переменило мнение жюри после второго раунда Теперь, со счетом 13-2 Выигрывает команда «Абба без бабы» И общий счет 15-15, дорогие друзья Нам обращали игры Такая интрига А? По нашей старой доброй традиции Табличку с номером третьего раунда Всегда проносит капитан Проигрывающий во втором раунде команды Итак, внимание Третий раунд Блестящий Вот человек отдохнул Налегке Налегке Прекрасном настроении Спасибо, Роман Великолепно Великолепно Спасибо большое Я люблю вас Кстати, Роман часто в своих комментариях использует фразу «С грацией паровоза» Теперь я наглядно Как это бывает Да, да Там ее и показывают Итак, правила нашего третьего конкурса Нам подсказали наши старинные друзья и меньшие братья Ученые Новосибирского академгородка Руслан Великохатный и Александр Садыков И, если уж быть совсем справедливым Вместе с ними нам подсказали эти правила дождевые червяки Черви У меня написано червы Ну, они когда подсказывали, были еще червяками А потом уже стали червями Итак, Руслан и Александр пять лет наблюдали на рыбалке за червяками в микроскоп Лупу и бинокль Чтобы определить, где у них голова, а где нет А где что? А где нет? Головы Головы С этой целью Где ноги? Ученым пришлось одного самого умного червяка Научить петь песню «Миллион алых роз» Потом ученые разорвали этого червяка пополам И одна из его половинок стала тут же петь песню «Миллион алых роз» задом наперед И тогда стало понятно, где у него голова Угадывать эту песню тут и обнаружилось, где у него не голова Понимаете? Так родился конкурс «Апош» Итак, конкурс «Апош» И мы приглашаем исполнять песню представителя команды «Не дня без губы», а угадывать «Абу без бабы» Прошу вас Загрузили мы сейчас Станислава Станислава? А куда вы загрузили? И кто это, кстати? Станислав, это вот пьеса Стаса я имел в виду А! Ну, загрузили, вот он, загружен Да, загрузили его привычной вашей песней с вашего диска, Александр Кстати, вы знаете, произошло страшное Михаил с Татьяной так часто слушали песни на моем диске, что они исчезли с диска Михаил с Татьяной? Михаил с Татьяной? Запилили до тыра, абсолютно правильно Итак, Роман споет песню, наверное, тоже из моего репертуара, я надеюсь Итак, внимание, тишина, студия Z-Apies Вот бабла накоплю, я к тебе полечу поеду, рядом с тобой поселюсь Ты будешь рада такому соседу, мы из России, народ простой Я тебе сразу скажу «Здорово» А она улыбнется мне Я так ждала тебя, Вова! Молодец! Молодец, на одном дыхании, Роман На одном дыхании, какая мелодия божественная Спасибо Роману Скворцову Спасибо, Роман. Стас, придется вам сейчас попотеть. И попахать. Стас, вот, к сожалению, точнее не к сожалению, а к счастью, Роман исполнил такую мелодию, после которой можно будет действительно показать свои вокальные способности. Итак, внимание, слушаем песню в обратном направлении, которую исполнил нам Роман. Там не хватает, может быть, буквально нескольких мяч у Пополухаса на периметре. И все, и дальше уже. Итак, поехали, по большим кусочкам будем брать. Ну тут, кстати, я бы не стал так крупнить сильно. Крупнить, да, не будем. Итак, берем первую часть, слушаем ее, если ее возможно воспроизвести, воспроизводим. Как-то мяч взлетел. И что-то в конце не очень. Чехардай. Чехардай, это известный тренер грузинского. Давайте еще раз уже серьезнее прослушаем. Слушаем и пишем. Пишем. Еще раз. Ну, еще разок и сразу пишем. Пишем. Отлично. А как вы это пальцами, что вы делаете вот? А Роман, он так потел и что-то зажимал. Он мудрый, мудрый. Он мудрый крутит, мудрый. Нет, ладждай, это джедай, только неправильный такой. Вторая часть. Лже джедай. Лже джедай. Вторая часть. Еще раз. Еще раз. Пишем. Абсолютно точно, третья часть. Внимательно. Антенны. Это у него антенны. Антенны. Упражнение на ЗУСУ. Это крик такой, боевой крик у ЗУСулов. Какая-то тувинская самодетельность. Тувинские ЗУСулы. Вот они кричат. Еще раз слушаем и пишем. Пишем. Абсолютно точно. Стас, откуда ты знаешь эти слова? И плюйте к нам микрофон. Это чуть сложнее, чем тексты песен Стаса. Мне кажется, поэтому он сразу запоминает это. Ладно, да, да, разжижай. Итак, предпоследняя часть. Мы очень быстро добрались до финала. Итак, вот она. Вот это просто какое-то предложение закончено. И там написано еще в конце «Мудайся с умом». Вот это «Мудайся с умом» я... Секундочку. Давайте еще раз послушаем. «Мудайся с умом». Пишем. «Мудайся с умом». Прекрасно. Неплохое название для альбома, кстати, а? А Виктор сидит записывает. Сидит записывает. А он это... Ага. Он не надо, он цитирует, он не ворует. «Мудайся с умом». А на завтра такая пресс-конференция. Друзья, сегодня мы выпускаем новый альбом Станислава. «Мудайся с умом». Мы много лет работали над этим альбомом. Да, да, да. Итак, давайте послушаем, какой очередной диск на сей раз приготовит Виктор для Натали. Что-то кого-то любит она, по-моему, там. Любит кто-то, да, там кого-то. С Юлей, с кем-то еще там. Дарю. Дарю. Это вообще засада. Засада. А нельзя разделить эту? Разделим, разделим. Итак, первая часть этой части. Разделяй властвуй. Вот. Приготовились. Пишем. Отлично. У нас впереди еще четыре хита. Значит, мы это спели. А за ним идет следующий хит. Он еще красивше звучит. Правильно, красивше? Итак, слушаем. Слушаем и пишем. Пишем. Итак, финальная часть. Вот она, самая главная. В ней вся информация в песне. Мужчину куда-то не туда что-то. Да, мужчину туда не туда занесло, и он об этом говорит. Мужчину бэйби строю ли в Маргиналу Бабнову. И не дали ему там баблов. Мужчину бэйби и не дали баблов. Мужчину бэйби строю ли в Маргиналу Бабнову. Еще раз. По финалу. Еще раз слушаем и пишем. Пишем. Еще раз, пожалуйста, я прошу вас. Конечно, конечно. Мужчина бэби стою по финалу Бабло. Почти, да. Итак, слушаем еще раз и пишем. Пишем. Мужчина бэби стою по финалу Бабло. Маргиналы, маргиналы. Маргинал Бабло. А, это имя и фамилия. Саунд-продюсер нового альбома Мудайся с умом. Маргинал Бобло. Маргинал Бобло. Это новый истинический имидж с этим альбомом. На пресс-конференции отвечают на вопросы. А мне кажется, это вот псевдоним новый хороший такой. Маргинал Бобло. Это новый истинический псевдоним. Вот Диме Билану запретили Диме Билане зваться. Вот пусть теперь Маргинал Бобло. Но он недалеко ушел, а мы уедем дальше. А ты не Дима Билан называется Маргинал Бобло. Представитель России на конкурсе Евровидения Маргинал Бобло. отлично мне кажется может на прям победы практически евровидение наше давайте чтобы не буду со сумом и параллельно послушаем версию которую спел нам роман в исполнении стаса и так поехали а можно мне прям сразу записать эту мелодию потому что вот это вот прям золотой еще раз просто можете даже не угадывать мне просто послушать хочется как раз вот вы знаете именно версии стаса абсолютно правильно подкорректирован текст то есть как бы идет идет процесс а потом он прямо говорит что вот знаете чё футболами грамм ретели поныщу по и раду и ранцев и усилий стебель и шава дабы мому соседу мы спросили на русской я джи 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 здорово а нахлы вы на цене ярко дадут знал по воспоминания поработать с хорошим продюсером маргинал баблофф это конечно это ими теперь визойдет вы знаете да делаем даже не в том угадайте в этой песне или нет и со родной заказаешь что вам это не нельзя вздохну в нее жизни да абсолютно могу идти на меня могли назвать ту песню старую которая хуже вот до этого хита существовало бы сейчас она умрет конечно не знаю а мне нравится честный ответ очень хорошего знаете почему можно вот в защиту у стасов на последней фразе все начинали смеяться она самая показательная давайте хорошо сейчас попросим сейчас очень сейчас обращаемся ко всем зрителям в зале и телезрителям на всякий случай метод чтобы не смеяться это мне стёпа так сын наш рассказал они в классе делают вот так давайте попробуем но те у кого повышенное внутричневное давление так делать не надо итак еще раз друзья значит разгадка к этой песни как знаете нет сразу да 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 конец пропустим вот тот 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 то что мы я половину запущу чтобы не смешно было хорошо место смешное не надо я диджей зажжу здорово анах нет сейчас стопы это убираем нет ну серьезно это как ты меня Юра меня зовите чуть-чуть я понял все ну вот она финал я жалучная все я знаю это русский народный рэп от группы ума турман я так а как там сейчас вот поблана габлю и к тебе наличью доеду рядом с тобой поселюсь ты будешь рада такому соседу я тебе сразу так приду и скажу что что-то такое там здорово а ты увлезли не скажешь мне я так ждала тебя спасибо стас спасибо большое со спеха из команды оба без бабы и мы меняемся меняемся местами теперь угадывают песню комментатор павел черемисин прошу вас сюда а исполняет песню представитель команды оба без бабы маргинал как раз маргинал бабло маргинала боброва маргинала баблова на даже наталья подольская итак внимание сейчас павел послушает замечательную песню группы несчастный случай с диска с моего центра пуша он тырит песни у группы несчастный случай а потом их выдает за свои не выдаю а просто получаю за них деньги и так приготовились тишина студия запись если долго 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 если долго по дорожке если долго по тропинке бегать прыгать и бежать то конечно нежно нежно то наверное можно можно то наверно нужно нужно можно в африку попасть браво браво наталья спела нам известную песню с другими словами прошу вас правила комментатора пожалуйста прошу вас итак слушаем песню в исполнении натальи в обратном направлении звучит она вот так прекрасная песня получился забыстрели наталья я ничего не делал я такой скоростью она и пела да конечно ли да значит на октаву пониже если ну здрасте пожалуйста нет я могу конечно я могу могу homoze вам на октаву пониже хотите даром скорость тоже при этом замедлять или как не давайте знать уже без этого вот без вот без вот этого давайте уже без давай слышали как бразильские комментаторы работы да вот вы такой давайте в этом же ритме он будет низкого то но нормально на мусковат Нормально, я считаю, нормально. Поехали в оригинальной версии, слушаем. Слушаем еще раз. Да-да-да, хорошо, вы мелодию выучили, вы теперь текст добавляете. Да, тексты, дайте. Еще раз. Пишем. Смотри-ка, что творит-то, а? Итак, песня про Джона Леннона, действительно. Про Джама. Джам Леннон. Джам — это индийский великий певец. Про Джабу песня. Слушаем вторую часть. Джона Джона Леннона, Джона Джона Леннона. Все очень просто. Джон Траволта какой-то явный. Джона Джона Леннона, Джона Джона Леннона. Еще раз слушаем. Джона Джона Траволтона, Джона Джона Траволтона. Пишем. Джона Джона Траволтона, Джона Джона Траволтона. А вы какого Джона пили нам сейчас, Павел? Троевотна. Троевотна? Да. Это какой-то? Если вы так хорошо знаете текст, дайте мне уже его. Ну, здрасте. Вот здесь. Этот текст надо знать наизусть. Там нет волос, чтобы вы показываете. Поэтому там есть текст. Итак, приготовились. Очередная часть. Слушай внимательно. Пишем. Подожди, подожди, подожди. Вы пытаетесь взять эту ноту? Возьмите что-нибудь другое, Павел. Возьмите птифюр, он вашей девушке понравится. Пишем. Последний раз? Нет, не последний. Давайте два раза послушаем. Еще раз слушаем и пишем. Пишем. О, хорошо. Павел, он постит. Что с вашим голосом? Мы решили всем вам помогать, Павел. Чтобы вам было легче. И больше никогда мы не будем звать Наталью Подольскую. Тихо. Вы спелись, я посмотрю. Тихо. Тихо. Ого. Вот когда Наталье падает на ногу молоток. Жа, песня, лей-ся, лей. Не похоже. А, жа, песня, лей-ся, лей. Пишем. Прорезался голосок, яйца подейся. Помните, был фильм такой прекрасный? Да. Я потерял уже. Александр, вернитесь, пожалуйста, к своему основному. Лей-ся, лей-ся, да, я помню. Кнопки звуки. Сейчас надо взрываться бутылки. Пишем. А, же, песня, песня, песня. Ой, хорошо поем. Прекрасно. Великолепно. Чудо действий. Как я потом буду смотреть эту программу? Как я буду комментировать после этого? Молча. А, жа, песня, песня, песня. Это мы записали. Вот очередная часть, предпоследняя. Друзья, мы практически в финале. а чего это она да все о том же господи песни такой пишем ну какой пишем то куда мы пишем что ну в какой пишем то куда мы пишем что зачем я два раза повторяю это не знаю вы все время повторять все два раза надо один раз послушать записать внимание пишем ну и хорошо да где же хорошо то ну но нормально еще очень уже вы знаете свое время восторгался вашими вокальными помните кстати если могу сказать о вас павел к сожалению приготовились предпоследняя часть вот она пишем но еще лучше да конечно павел встали руки в боки вот так вот куда мне их что мне прикрыть не знаю сдувается на глазах павел соберитесь последняя часть больше последнего а вот это вот последний ай год и год и год и годы это город цветели там про гварцетель приготовились ну ай год и год и год и записали браво павел не плачьте александр что он сильно жалостливо спел что что вы делаете так повыше будет он устал я буду слушать он когда берет высокие ноты у него сильно напрягаются ноги поэтому он очень встает ногами знаете что собственно как вырос то собственно павел до таких размеров он очень высоко пел напрягал ноги и подпрыгивал для этого конечно чтобы взять высокую ноту мы слушаем исполнение павла песню которую только что буквально час назад исполняла нам наталья подольская внимание я угадал дорогие друзья свершилось мне очень понравилось я бы еще хотела потом послушать давайте послушаем сначала еще раз этот шедевр давайте петь грудью павел да нет давайте послушаем павел чрево вещей до конца очи там прямо на фабрику специально для вас для детского сада номер 12 выступает павел черемисин с песней из детского репертуара для младшей группы а и что сейчас я даже поставлю может на эстраду не как то попробуй сша талфер стул под алексеем корни О-хо-хо! Ну и что же это за песня, Павел? Если долго-долго Если долго-долго-долго Если долго-долго Если долго по тропинке Бегет, бегет и бежет То, наверное, верно-верно То, конечно, нежно-нежно То, наверное, верно-верно Папуга, папуга, папуга. Папуга, папуга. Папуга, папуга, папуга. Она спала с моим мужем. Что ты сейчас сказал? И забыла повторить. Она забыла это повторить. Она спала с моим мужем. И забыла это повторить. Да ладно, и так домой не пустят. Что ужас? Да ужас вообще. Вообще. Можно пофиг попасть. И так, уважаемые жюри, пожалуйста, ваши оценки за третий конкурс «Апуш». Прошу вас. Друзья, доигрались вы. Татьяна-то подзависла чуть-чуть. У меня сейчас коллапс произошел. Да? Немножечко, по-моему, она сейчас стала плохо считать, друзья. Нет. Михаил пришел мне на помощь. Пожалуйста. Друзья, очень себя неуверенно чувствует сейчас жюри. Оно так посчитало, что где-то 7-8 вот так вот. 7-8 в пользу команды «Ни дня без губы», то есть 8-7 в пользу команды «Ни дня без губы». И общий счет становится 23-22 в пользу команды «Ни дня без губы». Друзья, по нашей традиции табличку с номером четвертого раунда должен всегда носить человек с большой буквой «Ч». Я вижу только одного человека с такой буквой «Ч». Бурашка. Ремисин. Да, конечно. Это Ремисин. Друзья, так и зовут его наш «Ч». Пожалуйста. Пожалуйста, посмотрим пластичность вашу. Вам какой вид спорта больше нравится? Гимнастика? Йоги, давай жару. Или футбол? Он показывает, какой ему больше нравится. Есть еще фехтование. Хотите, мы можем снабдить вас совершенно разными. Есть тяжелоатлетики. Хотите, есть ленты. Вот, есть рапира. Есть, так сказать, общие физические упражнения. Ну, кстати, рапира, Павлик, может подойти. Можно хула-хуп. Есть молот. Ему можно метнуть. Низка пошла. К дождю видать. Итак, внимание. Внимание. Четвертый раунд. Прекрасно, Павел, великолепно. Все-таки не в ту программу пришел, Павел. На танцы. Прекрасно, выбирайте, выбирайте. Итак, дорогие друзья, правила нашего четвертого конкурса нам подсказал Александр Пушной. На канале СТС. 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 Я прошу нашего лифтера Ермолая Дармидонтовича Протетюхина поднять в студию на своем маленьком серебряном лифте реквизит для этого конкурса. Прошу вас. Итак, дорогие друзья, правила этого конкурса очень просты. С помощью вот этих магнитных аппликаций, которые вот здесь перед картиной, вы должны долепить картину, которую наш художник начал, но так и уснул, не закончив. Картина называется просто и понятно любому старшегруппнику «Персей отрубает голову медузе Гаргоне». И сейчас эту картину будет доделывать группа людей под названием «Абба без бабы». Прошу вас. Итак, минута 30 и время пошло. Поехали, ребята. Одну секунду. Давайте, чтобы спора все это началось. Время-то пошло, давайте нам какую-нибудь легкую мелодию. Снежная баба рядом должна быть. Сразу же согласитесь, более веселая. Ну, главное сейчас не комментируйте, Стас. Мы хотим, чтобы вы сейчас поработали, а потом уже мы вас будем... Напоминаю вам, «Персей отрубает голову медузе Гаргоне». А чем? Сейчас мы выясним. Это все вопрос, относящийся непосредственно к творчеству. Здесь уже не важно, чем... Прости. Прости. И зачем? Виктор что-то оживленно обсуждает со Стасом. Видимо, как раз вопрос мяча, которым он отрубает. Виктор работает над нижней частью картины. Это всегда работа продюсера, Александр. Ему достается самое нелицеприятное. Он работает с кондой, с бетоном. Конда, знаете, что такое? С деревом он много работает. С деревом работает, да. С фундаментом будущих звезд. Да, хочу вам сказать, друзья, хочу вам сказать, что не обязательно налепить все аппликации. Хотелось бы просто получить информативную картину. 20 секунд до конца. А вы что-нибудь думаете? Да, вам еще придется объяснять ведь все это, помните. Я думаю, что как раз продюсер может объяснить все. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Спасибо. Я прошу художественную группу занять место вот там, поближе к Александру. А мы вот туда, пожалуйста. Мы даже не могли комментировать это никак. Итак, Персей, отрубающий голову. Михаил Павлович. Или закулисная жизнь шоу-бизнеса. Да, ну давайте расскажем. Сначала я послушаю ваши рассказы, если хотите. А хотите, я просто начну вместе с вами понимать. Тяжелые свинцовые тучи слесали над городом. И летел самолет. Летел самолет. Персей. Над кактусом пролетал. Итак, давайте тогда я понял. Персей, как всегда, был в форме. Давайте начнем с Персея. Итак, давайте начнем. Нет, Персей только проснулся. Друзья, давайте начнем сразу с главного вопроса этой картины. С главного вопроса этой картины. А кто здесь Персей? Вот справа. Вот это Персей, да? Это Персей, и он только встал. Персей, вы знаете, конечно, Персей. Ему тяжело. У него не очень созрение. Встал не с той ноги, спрошу за меня. Персей, надо сказать, сильно побросала по жизни в вашей версии. Итак, Персей. Ну, судя по всему, это все-таки ноги. Встал не с той ноги, я уже сказал, да? Он встал не с той ноги. И один глаз еще не до конца открыл. Оскалился очень зло. Глаз еще не до конца. Вот это вот кошачье прищево у него. А вот что вот это вот на голове? Это антенна? Это мозг Персей, да? Нет, это антенна, это современный Персей. Это не тот Персей. А он ловит в капель на телевидении, да? Вот. Хорошо, давайте перейдем к... Канал СТС, конечно. Каналу, у Персея, если вы заметили, волосатое ухо еще одно. А вот это ухо? Второе, он заспал, и оно прилипло к телу. Может быть, это знаменитые крылышки с его сандалий? Может быть, это крылышки с чего-то другого, но мы об этом уже не узнаем, потому что он только проснулся. Ну да. А вот эта вот, скажите, стрелочка, которая изображает печень у Персей? Она показывает на подругу. Это усы Персея. А, это усы Персея. Они просто тоже немножечко прилипли к его коже. Давайте перейдем к Медузе. Скажите, а где Медуза вообще? А мне кажется, удалась. Медуза как никогда. Итак, пожалуйста, о Медузе несколько слов. Очень ядовитая, кстати. Она веселая. Медуза, кстати, вы помните, она могла превращать, я имею в виду, горгону. Медуза горгону. Она превратила... Могла превращать в камень человека. Она превратила в камень. Виктор, позвольте сказать, у нее красивая попа рядом с микрофоном. А вот это попа. Это я делала, я делала. А можно вопрос? Наталья, вы мне представляетесь наиболее осведомленным в части вашей команды. Скажите, а почему над попой пятачок? Это монетку вставляешь туда. Михаил, ну потому что пятачок под попой еще глупее. С попой выходит вот такой треугольник. Чтобы, как уж тут не крути, чтобы было удобно петь и все было видно. Причем именно то, что вы сказали, как не крути. Как не крути, да. А давайте поговорим немножко о голове, о самой страшной части медузы. Не говоря уже об этой. Что это? Итак, что? Это шляпка. Как у Наполеона. Это мы отдали даме. Это те самые ядовитые змеи, да, которые были волосами. Нет, ядовитый прыщ, вот он. А, ядовитый прыщ. Он вынесен. А вот уже выдали ядовитый прыщ, вот тут, да. А это бородавка с волосами. Это то, что осталось после прыща. Как радуется видеть. Это некий символ свободы, да? Это некоторый вид символ свободы. То есть все-таки мы свободную медузу представляем себе. Девушка, она легкомысленная, поэтому у нее здесь ромашка. В голове у нее цветок. А волбу звезда горит, пожалуйста. А это звезда, по-вашему, да? Это лебедь. А вы хотите спросить про это? Я хотел спросить, да, об этой скульптурной группе. Это лого нашей творческой группы, так как картина цены не имеет, цены не имеет. Мы думаем, что это единственное будет то, что будет доказывать, что это слепили мы. А скажите, кто вот из этих трех обозначает кто? Это Абба, а это Абба. А вот это? А это самолет. А это отпечатки пальцев моих. Мир, мир. И в этом самолете летит та, кто без бабы. Вот четвертая наша. Ну что ж, вопросы есть у вас, Александр? Никаких. Я смотрю картину с торца, и мне все понятно. Да. Вам повезло. Спасибо большое. Это была художественная группа Абба Без Бабы. И картина Персей, уничтожающая Медузу. Итак, второй художественной группе достается картина Самсон, разрывающий пасть льву. Так как мы решили, что Самсон и Персей в заготовке свои одинаковые абсолютно, то, собственно, они остаются одинаковыми. Долепить нужно только пасть. Абба, немножечко там поработать над Самсоном, и все. И на все про все у вас минуты 30. Прошу вас, друзья. Накинулись прямо сюда. Давайте, давайте, работайте. Солнце еще высоко. Михаил владеет мастерской. Я работник умственного труда. Это понятно. Трудиться должны рабы. Михаил, расскажи анекдот. Михаил, вот Михаил, который шат, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, а вот тот агрегат, который так быстро, в первую же секунду... Я не агрегат, я Михаил. Не, не, я знаю, что вы не агрегат, Михаил. Кстати, микрофон у вас не зря для этого, что именно поэтому вы мне напоминаете постоянно об этом. Так вот, помните тот агрегат, который присобачили в первую же очередь та команда? Мы забыли о нем. Наш Самсон не очень рад видеть этого Лева. Да. Да. И что это такое, потому что он не знал, это такое... Все-таки зря зрители не могут видеть эту картину с торца. Вы знаете, она уникально выглядит. Вы что-то хотели мне спросить, по-моему, Александр, нет? Да все, я сам дошел до ответа. И надо лепить на полу, Роман. Не прилипнет ничего. Мы делаем такую инсталляцию, чтобы она объемная была. У вас время сейчас выйдет уже на инсталляцию, не хватит. Видите, конечно. Да, это прилепить, черт, прилепить. Спасибо. Так, прошу вас, встаньте сюда к вашим друзьям. Сейчас Михаил сперва спросит, где здесь Лев. Нет, ну зачем вот так вот прямо? Я бы не сказал, что это абстракт. Наверное, я интеллигентный, воспитанный человек. Более того, мне сказали, что Самсон здесь. Поэтому я не буду сдавать. Какие у вас еще вопросы тогда могут быть? Давайте подумаем. Ну, давайте разберемся действительно до конца с Самсоном. Самсон. Чего вы здесь не видите? Нет, я все вижу. Может быть, вы что-то расскажете о Самсоне и почему у него один глаз, кстати. Мне кажется, у Самсона для начала... Самсон повернут нам в профиль. У него нет рук. Вы видите, на него нападает очень злой ежик. А вот это ежик или нос Самсона, из которого торчат... Это его нос. Нос, это, ну, бывает... Знаменитые волосы Самсона. Да. Они на самом деле росли в носу. Они были росли в носу. Именно поэтому долилии было их особенно тяжело умыкнуть. Кстати, почему его назвали Самсон? Если вы перевернете слово наоборот, то как раз получится. Волосы в носу. Да, именно так. Нос-масс. А масс по-гречески это волосы. Волосы, конечно. А нос? Варианты. Да. Сюда пошло массонство. Да. Итак, давайте дальше. Итак, нос, знаменитый нос Самсона, его орлиный взгляд. И знаменитая... Бородавка, ну он пожилой. Бородавка тоже с волосами, прошу заметить. Нет, естественно. Это был фирменный знак Самсона. Просто в Самсона влюбились. Самсон, но с массой. Просто в Самсона влюбились, и от этого у него на носу вскочило вот это. Да. Это бывает. Это, да, понятно. Он не ходил в фитнес. Скажите, пожалуйста, что вот это вот за сарделька? Вы знаете, это руки Самсона. Это не сарделька. Это руки Самсона. То есть это правая рука, а это... Да. Нижняя рука. Нижняя. Самсон просто трансформер. При необходимости они там термонируются. У него правая рука и нижняя рука. Это важно. И это кресло. И давайте вернемся сейчас к Ольву, который мне сейчас напоминает символ Сочинской Олимпиады. А это очень добрый Лев. Во-первых, нет еще. Нет у Сочинской Олимпиады символа. Мы их, кстати, выставляем. Но он уже напоминает его Сочинской Олимпиады. Уже мы работаем над этим. Сочинская Олимпиады, один из вариантов это веселая Чурчхелла, символ Сочинской Олимпиады. И поэтому это Чурчхеллу точно не напоминает. Да, да, не напоминает Чурчхеллу, но вот что мне это напоминает? Льва? Льва? Давайте, а это Лев. Да, Лев, конечно. Почему Лев уже разделан? Объясните. Почему он разделан? Это крылья. А, это крылья? А где крылья? Потому что у нас в настоящее время Самсон разрывает Льва. Да. И он в процессе разрыва, поэтому он уже слегка, так знаете, препарировал. А Лев уже отправляется на небеса. А вот это сложенные ножки Льва, это что? Да. Нет, это дрова. Это дрова, чтобы разжечь костер. Разжечь костер уже. А это? А это пламя, потому что дует ветер. Вот столько правлений. Кто человек, который заглядывает как бы из-за угла картины? Ушной, а кто заглядывает из-за угла картины? Вы понимаете, да? Не выпустил шарик с гелем. Вот и прическа. Вы понимаете, на кого мы, так сказать, да, куда ты руку-то тянешь. Нет, нет, ты должен чуть-чуть, вот так. Понятно. Вот так, вот. Ну, убери туда. То есть полностью картина называется так. Александр Пушной спасает Льва. Нет, смотрит на то, как Самсон разрывает. Нет, Александр Пушной смотрит на инопланетянина, который смотрит на то, как Самсон разрывает. Нет, в общем, на самом деле, Александр Пушной в этом раскладе секундирует в этой битве, и он уже досчитал до пяти. Сами секундируете. Да, видите, пять пальцев. Шесть, семь, ну и там. Это такая картина, куда надо ставить какой-нибудь такой трафарет общества, которое борется за права животных и их спасает. И фотографировать. Дело в том, ну вот, допустим, вот такой трафарет, да, должен быть здесь. Дело в том, что Александр Пушной как бы отвлекает Самсон. Михаил, с кем разговариваешь сейчас, Михаил? Что? Я повторю. Да не надо. Думаете, не надо? Я про трафарет понял уже. Значит, Александр Пушной отвлекает Самсона от того, чтобы он не уничтожал, так сказать, представителей. О, ну-ка выйди. Ну-ка выйди. Выйди. Да вот одно лицо, посмотрите. Там-то тоже картина. Повернись головой вот так вот. Итак, команда Дня без губы. Их Самсон разрывающий по сниму. Уважаемая жюри, сейчас непростая задача. Во-первых, вернуться в зал. Да. Во-вторых, пожалуйста, ваши оценки за четвертый конкурс. Прошу вас, голосуйте. Скажите, кто-нибудь уже определился с мнением о том, кто ближе к финалу? Определился? Да, вы знаете, это жюри. Они определились и решили, что в четвертом раунде со счетом 9-6 победила команда «Ни дня без губы». И общий счет 32-28 в пользу команды «Ни дня без губы». Радио Юмор-ФМ. Шутки и песни. Хорошие шутки на веселом радио. Вау. А? Ну что ж, по нашей традиции табличку с номером пятого раунда носит вообще любой человек. Допустим, вы Михаил. Которому подходит Михаил. Вот. Станислав, мне кажется, Стас, это ваша работа. Ваша работа сейчас... Тем более вы чуть-чуть проигрываете, немножко склонить людей... Чуть-чуть склонить в свою сторону, да. А можно я попрошу друга мне помочь? Конечно. Да? Виктор. Помощь друга. Взвонок другу. Виктор Козырев. А что? Мальчики. Итак, внимание. Пятый раунд. Играет музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, какие выдумщики, а! Вот молодцы, а! Ай, платейники какие! Вот просто удивительно! Просто удивительно! Это было сексуально! Ну что ж, друзья, давайте продолжим! А, действительно! Итак, я прошу нашего лифтера, Пантелеймона Варфоломеча Крыхоборова... Подожди! Уволен следует! Уволен! Тот уже ушел! Принести на своем чудо-лифте чудо-реквизит для нашего пятого чудо-конкурса! Прошу! Дорогие друзья, этот чудо-реквизит называется термин «Вокс». Музыкальный инструмент, который был создан в 1918 году российским ученым Львом Сергеевичем термином. Во время страшной разрухи. С тех пор, с 1918 года, этот инструмент не ремонтировался. Поэтому прикасаться к нему я не советую. 12 тысяч вольт это все-таки не шутка. Поэтому я прошу Александра, как опытного электрослесаря, показать нашим участникам, как не надо прикасаться к этой электрической табуретке. Итак, друзья, я объясню. На самом деле этот прибор, как вы понимаете, реагирует на человеческое тело. Тепло! На человеческое тело. Тепло, не важно. На человеческое отношение. Пробовали подносить труп, все равно работает. Итак, он реагирует на человеческое тело. Чем ближе человек подносит руку к этой антенне, тем выше звук. Чем ближе человек подносит руку к этой антенне, тем тише звук. И вот так, балансируя между двумя антеннами, в принципе, теоретически, можно вывести мелодию. Но на самом деле, еще никогда в жизни никому это не удавалось. Может быть... Я хочу попробовать. Татьяна. Итак, друзья, Татьяна Лазарева на ваших глазах сейчас будет пробовать играть на терминоксе. Пожалуйста, Татьяна, подходите, заказывайте любую мелодию, мы вам сыграем. Пожалуйста, новый поворот. Группа «Машина времени». А старый как? Очень смешно. Итак, пожалуйста. Поворот. Группа «Машина времени» солирует Татьяна Лазарева. Татьяна Лазарева. Татьяна. 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 КОНЕЦ Я просто хотела всем показать, насколько это сложная задача. По-моему, мне это удалось. Ой, у вас получилось очень хорошо. Друзья, это последняя мелодия внятная, которую вы слышали из уст этого замечательного прибора. Итак, первыми в конкурсе термин «Вокс» в решающей схватке за выход в финал, напоминаю вам, на эту сцену вылетит представитель команды «Пуля». Команды «Зенит». Он не вылетит. Никогда. Команды «Ни дня без губы». Итак, вы смотрите на экран, на котором будут появляться песенные темы, которые вам нужно будет немедленно попытаться исполнить, чтобы ваши друзья попытались их угадать. Для этого не обязательно дышать гелием, Роман. Две минуты тридцать секунд на всё про всё. Поехали! Смэк Мэй Бичев. Продержи. Да, 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 да. Спартак чемпион. Зенит чемпион. Город надвольный Невой. Пойдите. Ваше благородие, госпожа Прозлука. Ни кочегара, мы не плотники. Гну! Паша, что это? Не угадали, давайте дальше. Не угадали. Так может, мы будем играть в полную тогда и... Попробуйте, они вообще угадают эту мелодию или нет? Давайте попробуем. Остановите время. Нет уж, фиг вам. Вы не знаете эту песню? Без понятия вообще. Следующая мелодия, поехали. Поехали, следующая. Давай. Тоже неплохо. Завывание. Это ветер. Я буду долго гнать велосипед. Я буду просто долго гнать. Без самимучо. Когда меня ты позовешь? Вас никогда никто никуда не позовет. И подойдешь, и за руку возьмешь. А следующая песня, поехали. Играй, музыкант. Ну, давай же. Я буду верить. Ну, давай. Давай, соберись, тряпка. Выкладывается на сто процентов. Нет. Давай, давай. Играй, Паша. Ладно, сразу следующую, действительно. Играй, как в последний раз. Точно, как в последний раз, а? Сулико. Подключите ему провода к голове. Молодец, Паша, давай. Молодец, Паша. Чижик, Пыжик, где ты был? Ту-104, лучший самолет. Книжки спят. Ну, вот прямо... Я боюсь, что у ребенка был бы кошмар после такой колыбели. Спасибо, Павел Черемисинову. Спасибо. И мы приглашаем участника команды Апы Без Папы. Кто это будет? Виктор. Микрофон вам не нужен. Прошу вас. Итак, давайте предоставим Виктору возможность порадовать нас искусством игры на термин воксе. Итак, 2 минуты 30 секунд. Поехали. Что это? Девочка моя. Не твоя. Это... Что это? Та-да-да-да-да! Нет. Что это? Плащ, скрипка моя, плащ. Сова Дагилу. Давай тональность возьмем. О, Виктор, Виктор. Что это? Давай дальше. Нет, поехали. Нет уж. Давайте-ка. Давай-давай-давай. Ага, о. Без самому учен. Браво! Дальше. Тихо, тихо. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да. Чего? Та-да-да. Нет, нет. Ну? Та-та-ра-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да. Крутится вертится шар голубой. Давай дальше. Про голубой. Дальше. Жилье у бабуси два веселых. Нет. Ну? Та-да-да-да-да-да-да. А если б я голосу-то? Браво! Следующая, следующая песня. Тихо. Снова мы оторваны. Браво! Следующая песня. Можно не сразу. Ступай. Дальше, дальше. Давай дальше. Удочку играть не сразу. Можно? Все-таки. Помучаться. Союз не рушил? Нет. Расцветали яблоки. Да-да-да. Спасибо! Спасибо! Это был Виктор Дробыш из команды «Ни дня без бабы», а группе «Абба». Как-то так. Ну что ж, спасибо термину «Воксу». И вы знаете, что, друзья, вот так потихонечку как-то, полегонечку, а мы подошли уже к окончанию. И я прошу всех команды выйти на сцену. Прошу вас. Итак, уважаемые жюри, я прошу вас поставить оценки за последний музыкальный конкурс термин «Вокс». Прошу вас. Вы еще раз повторяю. Я считаю, что вы зря поднимаете руки в победном кличе, потому что, Татьяна, наш суперсовременный компьютер. Ваш мозг. Наш мозг. Итак, прошу вас, внимание, Татьяна, вы почитали? Да. Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем нешуточном бою за счетом 29-36 не победила команда ни дня без губы. Но зато за счетом 36-29 в том же самом бою не проиграла команда «Аплодис Бабы». Вы знаете, вот я все-таки прошу вот секундочку внимания, потому что, Татьяна, это не может быть так. Не может быть, если у одной команды ни дня без губы. Как ты посчитала это, объясни? 32 плюс 4, сколько будет? 36. А 28 плюс 11, явно не 29. Нет, я объясню. Алгебра Лобачевского, Михаил, ну что вы, как ребенок. Ну, вы знаете уже, но есть предел какой-то. Какой-то предел есть по вашим арифметическим законам? Есть предел? Что такое предел? Нет, это бесконечность. У нас не сходится ряд, Михаил. Да? Да. А у Татьяны вообще, я думаю, что ж так их разгромили-то сильно? Как-то было 32, стало 29. Как так получилось? Как так было 32, стало 29? 32 было у кого? Стало 36 у них. Но? Но явно не 32. Михаил, ну вы же все равно сейчас с Татьяной вместе домой поедете, разберетесь потом? Ну мы-то поедем домой, это ладно, а ребята с чем поедут домой? С полной уверенностью, что они вышли в финал? Кстати, какие ребята? Все правильно. Ну и давайте разик еще, конечно. Что, страшно? А я предупреждал не зря, друзья, у меня была мысль такая. Ну что ж, Татьяна, успели ли вы посчитать? Ой, вы знаете, еще нет. Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем ужасно, ужасно серьезно пою со счетом 36-39 не проиграла команда. Э, давай еще раз, еще раз давай. А вот теперь я хочу спросить. Если не проиграла, то это значит что? Это значит выиграла, правильно? Михаил, вам подыграть какую-нибудь музыку? Или вы будете это делать в тишине? Какая музыка стимулирует умственные процессы в голове Татьяны? Нет такого диска еще. Мы требуем ручного пересчета голоса. Если только вот, как ваш саунд-продюсер, я забыл, назывался? Баблов его? Маргинал. Маргинал Баблов. Маргинал Баблов. Вот только он может. Потому что сегодня в неожиданном цвете. Так я привыкла, был блондинкой быть. Был блондинкой, вот именно что. Все? Все. Татьяна, успела ли ты сосчитать за эту секунду, которая промелькнула? Как один миг. Где ты, Татьяна? Да, друзья. Друзья, в сегодняшнем нешуточном бою со счетом 36-39 не выиграла команда ни в дня без губы. А теперь о главном. Зато в той же самой нешуточной борьбе со счетом 39-36 не проиграла команда Аббабин-бабы. Кому ему? Ну что ж, дорогие друзья, итак, по итогам этого полуфинала в результате драматичной борьбы и подсчета голосов драматичного же в финал выходит команда ни дня нет. в финал выходит команда Аббабин-бабы. А, соответственно, команда ни дня без губы получает наш утешительный приз тот самый термин ВОКС. Вы можете поставить его у себя дома вместо сигнализации, друзья. Итак, на этом бой между командами ни дня без губы и Аббабин-бабы объявляется закрытым. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников сегодняшнего поединка. Павел Черемисиев, Михаил Семиев, Роман Скворцов, Стас Пьеха, Виктор Дробыч, Наталья Подольская. Не надо попозже. Итак, спасибо группе Jungle Brothers. Отдельная благодарность нашему помощнику музыкальному саунд-профессору сегодняшней программы Александру Пушному. Мы выражаем благодарность московскому мизик-волу на Холончевке. Это была программа «Хорошие шутки». Смотрите нас на канале СТС по воскресеньям в 23.00. Всего вам самого доброго. С вами были ведущие Татьяна Лазарева. И Михаил Шарс. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова